Продолжение следует... Утром местные жители решили самостоятельно заняться ремонтом труб и окончательно вырвали соединение. В результате проблемы с водой были у жителей Ветлужанки, Ботанического, Северо-Западного микрорайонов. Почти 200 миллионов рублей готова потратить мэрия на дорожные реагенты. Тендер на поставку уже объявили. Противогололедных материалов должно хватить до конца следующего года. На прошлой неделе глава города Сергей Еремин заявил, что этой зимой дорожники будут искать более современные материалы, чтобы не применять скандальный Бионорд. После пары теплых дней погода в Красноярске испортится. Солнце и до 24 тепла синоптики обещают только сегодня и завтра. Со среды пойдут дожди, температура воздуха будет постепенно снижаться. В выходные столбики термометров не поднимутся выше 10 градусов. 20-летняя красноярская спортсменка Эльвира Горякина стала абсолютной чемпионкой в соревнованиях по фитнес-бикини, которые прошли в Краснодаре в эти выходные. Кроме этого, девушка завоевала главную награду в своей категории. Соревнования называются «Самсон 47». Эльвира не только занимается спортом, она готовит к ЕГЭ по русскому языку и рассказывает, что ее ученики значительно улучшают свои результаты экзаменов.